Добрый день! Меня зовут Наталья Сухолид. С вами ТОП-100 современных украинских художников. Сегодня в студии «Фэйс Ньюз» николаевская художница и поэтесса Наташа Захарова. Здравствуйте, Наташа! Добрый день! Прямо в это время, в эти дни в галерее Печерская проходит выставка ваших работ. Название работы неординарно. Прямой эфир, кардиограмма. Что вы вложили в название этой выставки? Что вы имели в виду? Что этим хотели сказать? Прямой эфир – это когда идёт информация из сердца, когда не подготовлена тема, когда не задуман сюжет, когда художник входит в состояние, беря мастихин полной отрешённости от мира, от внешнего, когда он сужается в точку, когда концентрация его мыслей, его тела, его духа равна точке, тогда наступает прямой эфир. Прямой эфир с реальностью, я так думаю. Но для этого вначале нужно построить пространство, мастерское, найти то место. И тогда всё получится. Тогда руки делают свою работу, особо не задумываясь над тем, что сейчас появится на холсте. Это таинство из сердца, из сердца духовного и физического. Это коллекция чёрно-белого цвета. Наверное, поэтому они внешне похожи на графику, но это всё-таки живопись. И поэтому кардиограмма. Поэтому читайте, расшифруйте. Художник сказал всё, что хотела сказать. Его сердце и та информация, которая шла через его руки, через мастихин, осталась на холсте. Наверное, это как пик, вершина горы, как пирамида. Когда ты добираешься до самой вершины, до самой точки, тогда чёрно-белый цвет. А может быть, всё кардинально противоположно. Может быть, это всё не так. Но это мои ощущения, мои чувства. И поэтому прямой эфир «Кардиограмм». А вот чёрно-белая серия. Поделитесь с нами, почему всё-таки чёрно-белая? Это откуда пришло такое решение? Откуда взялось такое понимание? Как по мне, это некое предвидение. Сейчас вот такие сложные события в стране. И ваши картины, они как-то действительно предельно обнажены. В них предельно всё чётко, ясно, лаконично и аскетично. Чёрно-белая гамма придала эту аскетичность вашим работам. Может быть, всё-таки были какие-то и другие причины? Ну, интуиция, наверное, это очень важная вещь. И, наверное, она есть у каждого человека. Только у одного она развита очень сильно, у другого не сильно. Ну, наверное, как обращать на это внимание? Я думаю, что то, что касается меня и слова «интуиция», я думаю, это очень сродни, и очень близко, и очень глубоко. И чёрно-белый цвет пришёл ко мне в то время, когда я задумывала коллекцию. И я несколько месяцев сомневалась, делать ли в самом деле палитры чёрно-белого цвета. Или для меня особо неожиданно не было эта тема, потому что первая моя выставка персональная была графика, чёрные линии, белый лист. Это мне близко, понятно. Понимание того, что это должно быть искренне и честно. И если идёт такая информация, что коллекция должна быть чёрно-белая, я сомневалась-сомневалась, но всё-таки решила сделать так, как из сердца. Поэтому получилась такая коллекция. Ваша персональная выставка, которая состоялась в 2011 году, произвела в Николаеве фурор. Многие люди даже спрашивали, а посетили ли вы выставку Наташи Захаровой. Даже милиция, оказывается, полюбила ваши работы и давались интервью по этому поводу какими-то чиновниками милицейскими по поводу того, дескать, сотрудники ходят не в штатном порядке, а для души, чтобы расслабиться. Расскажите нам об этой выставке, как создавалась выставка 2011 года и что вы показывали, что хотели сказать зрителю. Выставка 2011 года в Николаеве состоялась в январе месяце. Называлась эта коллекция «Время моих цветов». Она кардинально отличается в палитре от последней коллекции, потому что она настолько радостная, настолько разноцветная, настолько веселая. И николаевцы восприняли ее на ура, можно сказать. Я думаю, что гармония, прежде всего, которая, как мне кажется, присутствует в работах, во всяком случае, мне хотелось этого. Наверное, этот момент позволяет людям расслабляться и получать и физическое, и эстетическое удовольствие, глядя на это, на работы. Потому что цвет играет очень важную роль в состоянии физическом человека, потому что это химия. Человек выбирает интуитивно тот цвет, который не хватает ему для радости в его организме. И поэтому, наверное, поэтому люди разных категорий приходили и смотрели, и радовались, и получали удовольствие. Хотя черно-белая палитра, я думаю, не менее радостная, не менее глубока и не менее объемная. Помимо живописи вы делаете авторские куклы. Вот расскажите, пожалуйста, как кукла появилась в вашей жизни? С чего это все начиналось? Ну, художник не всегда имеет возможность, я о себе говорю, приобретать дорогие качественные материалы для того, чтобы писать маслом на холсте. А цвет он всегда тревожит, всегда волнует, энергии много, хочется, руки всегда хотят что-то делать, во всяком случае, и так у меня. Поэтому родилась кукла, и потом следующая, потом следующая, и так одна за другой стали появляться коллекции целые, меня стали приглашать, участвовать в выставках. И куклы больше похожи на модели, которые выходят на подиум и демонстрируют коллекцию от кутюр. Так мне кажется. Так говорят специалисты. Ваши куклы имеют и психологический подтекст, особенно если в том случае, если мы говорим о тех случаях, когда они делаются на заказ. Вот вы рассказывали как-то о кукле, которую вам заказал один николаевский бизнесмен. Вот расскажите об этой истории с куклой, с куклой, даже не знаю, как назвать, как бы портретом заказчика. Это, наверное, потому что когда думаешь о человеке и делаешь куклу, то волей или неволей какие-то психологические черты этого человека, они воплощаются в этой работе. И так случилось с этой куклой. Ну, хотя каждый человек знает свои достоинства, свои недостатки лучше, чем кто-либо. И увидев эту куклу, он был, этот человек, и рад, и немножко разочарован. Наверное, немножко он узнал себя. То есть ему не понравился он сам со стороны? Думал, что он лучше. Наверное. А вы, как настоящий художник, не побоялись сказать правду? Это должно быть кредо. Если ты делаешь что-то, ты должен делать честно. Если ты хитришь, велишь, делаешь нечестно, то ты не творец, поэтому зачем тогда вообще это делать? Наташа, до определенной степени вы человек уникальный. Вот общаясь с вами, я понимаю, что вы не работаете каждый день, вы работаете серийно. Вам нужно выносить в душе идею, замысел, и это занимает у вас очень много времени. А уж потом, когда вы приступаете, наверное, реализация уже, ну, такое дело. Зависит от многих факторов, ну, наверное, она все-таки происходит быстрее, чем сама идея и вынашивание задума. Или же не так все-таки? Сколько там часов в день вы отдаёте занятиям живописью? Ну, я не могу сказать, что это делаю каждый день. Как начинается ребёнок, так начинается какая-то коллекция, какая-то мысль, и ты её вынашиваешь действительно. И когда ты уже принимаешь решение, когда всё готово, весь материал, и холсты, и краски, и тема, и место подготовленное, тогда уже нельзя остановить. Если художник берёт в руки инструмент, то песня льётся до конца. Главное, чтобы за спиной стояло нужное количество холстов, и песня обязательно споётся. И главное, из места любви, другого места иметь, есть только любовь и все прощения. И из этого места рождаются все работы. Вот поэзия, она не ждёт ни места, ни инструмента, ни времени. Она, когда хочет, тогда и проистекает через тебя, и ночью, и днём. И если ты не ленишься записать, то тогда это остаётся белому листу. А всё остальное требует немножко подготовки, пространства, места, времени. Весьма удивительный факт ещё и в том, что вы ни у кого и никогда не учились, Наташа. Более того, у вас не было друзей, подруг, художников, которые бы там обучали вас и наставляли вас. Но, тем не менее, как вы пришли в живопись? С какой поры? С какого времени? Ну, это действительно так. Меня никто не учил, и я нигде не училась именно писать. Но помню с раннего детства, мне, наверное, было года два, когда я по запаху нашла масляные краски в гостях у бабушки, у дедушки и пальчиками расписала своё новое красное платье. Я получила море удовольствия. Мама чуть не упала в обморок, но я не знаю, я думаю, это, наверное, прождённое. И у меня нет страха перед инструментом, перед красками, перед холстом. Такое впечатление, что я всегда знала, как и что нужно делать. Ну, может быть, я не знаю каких-то технологий, которых учат, которым учат в вузах, но страха провести линию, смешать краски. Я смешиваю краски прямо и могу смешивать их и на холсте, и на палитре. Я не делаю это долго и глубоко задумываясь. Я делаю это радостно, весело, без страха. Можно сказать, танцуя на холсте. Мне это доставляет море удовольствия. В этом я, наверное, по-прежнему ребёнок, который делает всё без страха, без мыслей, так он делает или не так. Он делает это, потому что он не может этого не делать. Есть ещё один момент, который удивляет. Это некая эзотерическая составляющая, на которую апеллируют ваши зрители. Что-то этакое особенное они чувствуют, видят. Вы, наверное, общаетесь с этими людьми. Расскажите об их эмоциях. Как они воспринимают ваше искусство? По всей вероятности, в этом есть доля правды, потому как часто на выставках и в общениях с людьми возникает эта тема. Однажды один человек несколько раз заходил в зал, выходил, выходил долго, подолгу стоял возле одной работы. Это длилось, ну, я не знаю, несколько часов, наверное. Потом он всё-таки подошёл ко мне и сказал, что ему нравится вот эта работа, мне нравится эта работа, но я не рискну её приобрести. Я спросила, почему. Он сказал, что если она окажется в моём доме, я знаю, что моя жизнь кардинально изменится. Она перевернётся вообще вся наоборот. Я перестану пить, ко мне вернётся жена, а я этого не хочу. Пусть всё остаётся так, как есть. Потрясающе. Да. Человек, который не хочет себе счастья или же в чём его счастье? Вы не общались с ним? Чем же он живёт? Нет. Он написал в книге отзывы, он написал «Я потрясён, я очень много думал». Так он, так он сказал. Наверное, будет неправильно, если мы не поговорим о поэзии, потому что вы пишете стихи, вы пишете авторские песни, более того, ваши песни исполняют народные артисты Украины, такие, как Валентина Степовая. Но вопрос, в общем-то, не о такой стороне этого вопроса. Меня интересует, насколько живопись и поэзия переплетаются. Помогают ли одна другой, существуют ли параллельно, есть ли взаимосвязь некоторая в этом процессе? По большому счёту, я считаю, что самое высокое искусство на Земле это музыка. Я считаю, что выше музыки ничего нет. Можно, конечно, говорить, что и поэзия это музыка, и живопись это музыка. И когда холст уже рождён, когда работа рождена, когда картина написана, приходит название поэтическое, наверное. Если душа так настроена, то иногда даже хочется написать несколько строчек, прямо на холсте. И вы пишете прямо на холсте? В последней коллекции написала только название работы. Наташа, ваша выставка сейчас идёт, и наверное, скоро она уже завершится, возможно, видят жители других городов. А ваши планы, как у вас, какой ваш внутренний, ваша внутренняя муза, что говорит вам? Есть ли у вас какие-то идеи, планы, хочется ли что-то сделать, есть ли какие-то мысли, задумки, что-то беспокоит? Откровенно говоря, хочется свою мастерскую. И мне кажется, когда случится такое в моей жизни, и там будет выстроено пространство, в моей жизни, и тогда лавину, поток творческий нельзя будет остановить. Раз Бог здоровья и материалы, и зрителей, и такая мечта, мастерская, галерея. спасибо, арт-пространстве и те, кто создает славу и гордость современного украинского искусства. Субтитры создавал DimaTorzok